На Шри-Ланку приезжают женщины за мужчинами. Европейки лет 60, 65, 70. Сколько бы ты ни прожил здесь, местные тебя не признают за своего. Я считаю, что ты у них отбираешь хлеб. Полиция находит у тебя мешочек с тарабой под столом. Самый простой способ, как можно отсюда отправить любого непонравившегося иностранца с любым набором документов. Человеку плохо проводится обряд, на котором с помощью специальных танцев проходит изгнание демона. А здесь безопасно? Кто приехал напряженный, тот получает конфликт. Можно нарваться на очень большие неприятности женщине. Местные дикие извращенцы. Да нет, конечно. Ветер океанский, солнце. Эта картинка, она тебя делает с утра счастливым, независимо от чего. Земля изобилия. Именно так санскрита переводится название этого государства. При этом последние несколько лет она постоянно находится на грани дефолта и сделала все возможное для того, чтобы открыть свои границы для иностранных туристов, которые привозят сюда деньги. Здесь точно так же, как и в Индии, работают правила, когда белая рожа в 2 раза дороже. Многие женщины сюда прилетают за тем же, что и многие мужчины ищут в Таиланде. А, друзья, вы не ошиблись именно за этим. Этот остров уже более 100 лет находится во власти одной семьи. Здесь рай для серферов, зимовщиков, удаленщиков, фрилансеров. Здесь еще очень вкусные цены и просто невероятная природа. О жизни наших на этом острове и о самой Шри-Ланке мы узнаем в этом видео. Это экспаты Шри-Ланка. Приятного просмотра. О жизни на Шри-Ланке расскажет Владимир. Клеб-разработчик и профессиональный серфер из Крыма. Как-то он поехал зимовать на Шри-Ланку и почувствовал, что это место может стать его домом. Как в воду глядел. Владимир на острове уже 11 лет. Живет в Хикадуве с женой и сыном. Работает удаленной, занимается туристическим бизнесом. Вова признается, чем его так зацепила Шри-Ланка. Назовет главные ошибки приезжих и покажет очень душевные места. Вова, слушай, какая-то нестандартная Хикадува. Спокойная, красивая, какие-то джунгли. Причем это в пяти минутах езды от океана. Что это за место? Пять километров от Хикадувы, где большая река, где рыбацкий порт. Называется это Эковилла. Хозяин этого места унаследовал землю и сделал здесь ботанический сад, картинную галерею. И это одно из самых красивых мест в округе. То есть ближайшее, это только у нас в 50 километрах, особняк британского архитектора Биви Сабавы. Как в твоей жизни случилось в Шри-Ланке? У моей семьи на Черноморском побережье бизнес сезонный, летний. И мы всегда работали, а лето пропускали. И всегда хотелось куда-то поехать зимой, чтобы было тепло, океан, фрукты. И вот так вот получилось Шри-Ланка. Это был 2011 год. Мы прилетели дикарями до того, как мы начали искать ее в интернете. Про Шри-Ланку мы знали только, что это бывший цейлон. А цейлон это железные банки с чаем у бабушки на полке. И за тот месяц мы здесь потратили, весь бюджет наш был выделен, полторы тысячи долларов. И накатали мы почти две с половиной, по-моему, тысячи километров. Что тебе понравилось больше всего и больше всего тогда поразило в этой стране, в этом острове? Ну, все началось с фруктов. Мы попробовали местные вот эти вот маленькие лимонные бананы. Вот это был просто взрыв вкуса. Они были дешевые, их можно было везде купить, они отлично подкрепляли. Потом питьевые кокосы. То есть можно было воду не пить, можно было пить кокосы. Очень поразило, что все улыбаются, все доброжелательные, все хотят помочь. И, конечно же, океан. Океан был самым большим впечатлением, потому что ощущалась вот эта вот сила стихии. Вот, то есть, что с ним нужно быть очень уважительным, что нужно знать, куда ты лезешь. И вот это ощущение, когда ты выходишь из океана, это ощущение чистоты. Это одно из двух озер, которые окружают Хикадуу. На этом озере находятся два храма. В один еще как-то можно попасть, на другой храм закрытый совсем. Туда монахи со всего мира приезжают медитировать. По этому озеру нельзя ходить на моторе, только на веслах. В какой момент ты решил, что ты хочешь здесь остаться, жить и что Шри-Ланка будет твоим постоянным местом жительства? Когда стало ясно, что здесь безопасно, достаточно... А здесь безопасно? Здесь очень безопасно. То есть криминала, если мы сравним, допустим, с Бали или с большим городом, с Киевом или с Москвой, здесь криминала вообще нет. То есть я часто забываю ключи в байке. Если ты какие-то вещи оставил, ты приходишь, они лежат на том же месте. В том случае, если кто-то не побежал тебя искать. Вы забыли телефон. В целом остров возвращает людям то настроение, с которым они сюда приезжают. Кто приехал напряженный, кто хочет конфликтовать за какие-то услуги, сервис, тот получает конфликт. Кто приезжает без ожиданий, тех остров встречает какими-то подарками. Все, что здесь у туристов может произойти, это все связано только с их какими-то ошибками. То есть там пошел в океан туда, где течение. Или сел в тук-тук в такси и не договорился о цене. Заранее. Да, заранее. То есть заранее всегда цену нужно спрашивать. Потому что бывает, когда выходишь, цена уже совсем другая. Здесь чисто, экологически. Все пьют воду из колодцев. Здесь безопасно. Достаточно вкусно. Хорошие фрукты и овощи. И океан. Здесь прекрасный океан. Как живется женщина на Шри-Ланке, расскажет Тамара, которая переехала сюда 8 лет назад. Девушка обитает в Ахангаме и знает все о быте и традициях местных. Оказалось, я на Шри-Ланке 8 лет назад. Я не собиралась здесь жить, я не собиралась здесь оставаться. Вообще даже никогда планов не возникало у меня жить за границей. У меня было в России свое собственное туристическое агентство. Большое очень количество моих туристов полетело на Шри-Ланку. И они рассказывали мне, насколько это прекрасный остров. В какой-то момент мне действительно захотелось посетить этот остров. Я позвала свою подружку, мы прилетели на Шри-Ланку. Тамара наслаждалась райским отдыхом и даже не подозревала, что совсем скоро ее жизнь изменится кардинально. Счастливую туристку увидел местный парень Манжу, но так и не осмелился подойти. Отпуск закончился. Тамара улетела на родину, но осталась в сердце ланкийца. Через знакомых Манжу отыскал контакт с загадочной иностранкой и написал «Привет». Так завязалось общение, которое переросло в большую любовь. Сейчас пара воспитывает троих детей и влюбляет туристов в остров. С какими сложностями, Тамара, ты столкнулась, когда приехала сюда к своему будущему мужу и вообще осталась здесь жить? Это очень сложный момент в течение целого, наверное, года привыкания к тому, что вообще никого не знаешь. К тому, что ты не знаешь язык. Единственный плюс – это то, что мой муж знал русский язык. Я совершенно не разговаривала на английском языке. Я не представляла себе вообще, что такое сингальский язык. Если сейчас я, в принципе, могу изъясняться, если мне это нужно, не уча язык, опять же. Хоть на английском, хоть на сингальском, но могу объяснить то на тот момент. Для меня казался сингальский язык – это сплошной какой-то речью, такой вот бессвязный, непонятный. Все. Здесь нет друзей, здесь нет родителей. То есть улетаешь от всего. В России у меня была достаточно налаженная жизнь. То есть у меня все было. У меня было свое туристическое агентство. Я работала в ВУЗе преподавателем. Я защитила кандидатскую диссертацию. Зачем я сюда сорвалась, я просто не понимала. Влюбилась, да, хорошо. Но, наверное, можно было как-то это по-другому предложить, может быть, переехать ко мне. Но такой вопрос тоже не рассматривали. По той причине, что если многие ланкийцы хотят улететь из Шри-Ланки, то этот ланкийц категорически даже не рассматривал вот этого вот. То есть нет и все. А вот этот парень из тех, кто легок на подъем, знакомьтесь, Саша. Переехал на Шри-Ланку 10 лет назад, открыл Гэсхаус в партнерстве с местным и встретил здесь любовь всей жизни. Саша живет в Хикадубе, показывает туристам остров и сам не перестает восхищаться красотой вокруг. Он расскажет о менталитете местных, об истории Шри-Ланки и о трудностях, с которыми столкнулся за последние 10 лет. Я Хикадубе, скажу тебе честно, Саша, представлял по-другому. Потому что из того, что мне рассказывают, это условно шри-ланкийская Паттайя, где пакетные туристы приезжают, их много на пляже. И в основном это тюлени. И это X10 у Наватуны, и это, наверное, X100 Ахангама, где живу я. Я приезжаю, и здесь пляж, красивый, практически никого нет. Мне неправильно рассказывали, просто не хотели, чтобы я сюда ехал. Я здесь 10 лет, и я за 10 лет здесь видел уже несколько разных Хикадуб. Тут даже была такая Хикадуба в 90-м году, когда здесь преимущественно жили финны. Хикадуба тогда говорила по-фински. И там была финская деревня, где финские названия. Вдруг она стала модной во Финляндии. То есть здесь тоже за эти 10 лет менялась много раз картинка. И картинка, которую тебе рассказали, она настоящая. Она была с 2015 года, когда Когалымавиа взорвался с русскими туристами, которые летели с Египта в Москву. И Россия закрыла Египет. А это было направление, куда летали люди, в All-Inclusive, не говорившие по-английски. И было место, куда можно к такому простому среднему классу свалить. И средний класс поехал в другие места. Они приезжали по-египетски сюда. Селились, там есть пара больших отелей. Около пары больших отелей есть маленький пляж. Они выходили из него. У них напротив супермаркт с ромом и отель, и пляж. И они на нем все сидели на полотенцах. Ну и там еще нет волн, потому что там это тоже бухта. И получалось, что другие люди, которые приходили на пляж, они видели вот этот вот кусок, на котором отдыхают люди на полотенцах. Толпами лежат друг на друга. И поэтому я много раз видел эту историю, что вот в Хикадуеве узкий пляж, маленький, и там лежат люди в повалку. При том, что здесь пляж такой, это же был еще и серф-центр раньше. Других просто не было. Есть место, где учиться, где снорклить. Он длинный. И тут нужно просто в Хикадуеве найти эту свою точку, которая тебе больше нравится. Как в твоей жизни случилась в Шри-Ланке? И так получилось, что ты уже 10 лет здесь живешь. В Шри-Ланке моей жизни появилась, когда я был маленьким. Я жил в Москве, в Советском Союзе. И мой папа член Союза писателей СССР. И фанат Чехова. И в общем, там закрутилась какая-то история, когда в 1984 году они придумали такое мероприятие. Открыть музей Чехова в Коломбо. Потому что есть такая история, как Чехов и Цейлон. Не все про нее знают, но я был в аду и был в раю, написал он, когда поехал с Сахалина на Цейлон. Сейчас есть отель. В этом отеле есть музей Чехова в Коломбо. И это остатки того, что тогда сюда привез папа. И он полетел один, как он смеялся, с Чеховым. С бюстом Чехова он. Прилетел сюда, на виллу к советскому послу. Он спросил у посла, говорит, а как вы здесь? Как, чтобы не отравиться? Он говорит, а вас еще не волнуйтесь. Вот у вас в спальне будет стоять бутылка виски на тумбочке. Вот, ну, он его и видел. Вы к утрам просыпаетесь, стаканчик примите. И все будет хорошо. И папа вернулся в полном восторге с этой поездки. Он привез тогда мне первые мои какие-то штучки. Там у меня был магнитофон со Шри-Ланки. У меня была майка. Тут было написано «Сри-Ланка». Я стеснялся ее носить. Аж «Сри». Что написано на груди и не очень понятно. Таким образом, она у меня осталась в памяти. Она у меня была в детстве. Потом я жил 20 лет в Германию. Никуда не уезжал. А потом я попал работать в Москву. И уже с русскими тогда я впервые полетел в Индию. Но билеты дешевые были через Шри, через Колумба. Им план был две недели провести здесь. И потом на три месяца уезжать в Индию. Уже там по ней кататься. А дом здесь, когда мы приехали сюда, мы снимали у Гаяна. То есть мы познакомились с ним 2 января 2012 года. То есть вот сейчас было несколько дней назад 10 лет. В осенью 2012 года я вернулся сюда, уже к нему. И мы стартовали. У меня хорошие новости. 21 февраля начинается седьмой поток нашего курса по комплексному интернет-маркетингу. Где вы можете разобраться, что такое интернет-маркетинг, как он работает. Понимаете, что такое Google Аналитика, как настраивать аналитику, как настраивать рекламу в Google, Яндекс, других поисковиках, как работать с социальными сетями, как работать с YouTube, как работает контент-маркетинг, как работает ML-маркетинг. И еще, 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 еще много всего на протяжении 4 месяцев. На протяжении более 100 часов мы будем вживую в наших лекциях делиться своим опытом с моей командой поиска билетов путешествий TripMyDream, своими ошибками, уроками, давать вам домашние задания, проверять эти домашние задания, давать вам обратную связь, проводить сессии, вопросы и ответы. У вас будет закрытый чат, в котором мы будем точно так же отвечать на ваши вопросы. В общем, друзья, если вам нужно освоить интернет-маркетинг на хорошем базовом уровне для того, чтобы дальше продвигаться, для того, чтобы освоить новую профессию, для того, чтобы свой бизнес вывести на новый уровень, приходите к нам, мы вас с удовольствием обучим, поделимся своими ошибками и уроками, и знаниями. При этом не надейтесь, что будет какая-то волшебная таблетка. Вам все же придется учиться, придется работать, придется разбираться. И да, это не совсем просто. Но мы обещаем вам во всем разобраться вместе и во всем вам помочь. Все контакты, куда звонить, писать, оформлять заявку, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Увидимся очень скоро на курсе. Школа цифровых навыков ПАРА. Давай разберемся вместе. Мы находимся в четырех километрах от берега. Это уже не туристическая зона. Белые сюда редко заезжают, но в этом есть плюсы. Здесь дешевле жилье, здесь спокойнее. Здесь больше участки, здесь больше дома. В целом тише, поэтому здесь очень приятно. Рядом с нами рисовое поле, в 200 метрах озеро. Волейбольная площадка здесь рядом. С другой стороны, рядом госпиталь. То есть здесь все есть. И неважно, в четырех мы километрах от берега или в сорока, все будет примерно вот так. Мы уже в шарилангийской деревне. Когда ты стал чувствовать себя здесь местным, и чувствуешь ли ты себя уже здесь местным вообще? Можно здесь чувствовать себя местным, но сколько бы ты ни прожил здесь, местные тебя не признают за своего. Неважно, женат ты на Ланкийке, или ты белая девушка, которая замужем за местным, ты всегда будешь либо сэр, либо мэдам. Неважно, 50 лет ты здесь живешь, 60, гражданство тебе никто не даст, и местным ты здесь не будешь. Все туристы, вот, люди на берегу шарилангийцы, они любят туристов, потому что туристы богатые, добрые, они приносят доход, они не совершают никакие преступления, не качают никакие права. Просто приехали люди, отдохнули, оставили денег, все улыбаются, все счастливы. Как только ты хочешь остаться, местные сразу просекают, что ты уже здесь долго, ты уже не турист, значит, ты что-то делаешь, иначе откуда у тебя деньги, ты же не ходишь на работу. И могут возникать терки. То есть, если они видят, что ты пытаешься делать то же самое, что они, они очень ревностно относятся, считают, что ты у них отбираешь хлеб. Поэтому тем, что они делают, заниматься ни в коем случае не надо. То есть, это ни рестораны, ни такси, ни туризм. Вот, то есть, что-то должно быть другое. Короче говоря, все, на чем можно зарабатывать, все нет. То есть, надо работать удаленно только. Удаленно, да. Вот в этом году я себе дома подключил оптоволоконный интернет. Вот, и все, можно прекрасно работать. До этого практически все на острове жили на 4G. А до этого, это где-то года до 13-го, у всех был Одессы. Девушка, вы, наверное, мулатка, черные сиськи, белые пятки. Мы шли здесь, девушки загорали обнаженными. Это можно делать? Нет. Девушки рисковали тем, что их могли посадить. За нарушение порядка 14 дней. Категорически запрещено загорать топлис. Мы находимся в буддистской стране. Причем здесь у нас 4 религии собралось. Здесь буддисты, здесь еще и мусульмане, и индуисты. И они просто категорически против. Если ты обращал внимание, местные купаются в одежде. То есть, местные женщины купаются в платьях, в шортах. Если топлис, она имеет полное право взять, позвонить в полицию, в милицию, и все. На Шри-Ланке из-за нехватки вот этих отношений с местными можно нарваться на очень большие неприятности женщине. То есть, это бывает редко, но, к сожалению, имеет место быть. И, опять же, не из-за того, что местные дикие извращенцы, а из-за того, что они ничего этого не видят. И когда начинаешь привлекать к себе специально внимание, то есть, идешь в магазин, в стрингах и в какой-нибудь сеточке, да, это будет дико. Естественно, ему захочется как-то познакомиться и что-нибудь, чего-нибудь ему захочется. Того, что он не может получить от своей женщины. Или, может, у него нет этой женщины, да. Ну, вот и все. В соседнем Таиланде распространен такой вид туризма, как мужчины приезжают и к женщинам, и к мужчинам-женщинам, и к мужчинам-мужчинам, и по-разному. При этом, из того, что я понял, на Шри-Ланку приезжают женщины за мужчинами. Это верно? Да, такое есть. Приезжают европейки. И среди моего круга общения есть европейки, которые лет 60, 65, 70. И у них, собственно, друзья или даже мужья, молодые мальчики, 30, 35. Ну, они, может, не очень молодые, да, но в сравнении с 60-70-летней женщиной это смотрится, ну, как минимум, странно. Я считаю, это взаимовыгодные отношения. Мужчина, ланкиц, молодой, получает деньги, то, что ему, собственно, и нужно от этой женщины. А женщина получает молодого, симпатичного, красивого ланкица. И все счастливы. Я разговаривал с местными. Мужчины сказали следующее. Нам до свадьбы официально запрещено вступать в интимные отношения с девушкой. При этом я говорю, а у тебя были до свадьбы? Говорит, ну, да, были. А как? Говорит, ну, есть же разведенные женщины. Говорю, а европейки? Не, есть разведенные. Как это работает здесь? На самом деле девушка не может, вот, особенно в деревнях. Я не говорю сейчас о Коломбо, да. В Коломбо проживает маленький процент, но это всего 10 процентов вот Коломбо и окрестности. Там современная молодежь. То есть там, в принципе, все допустимо. Ну, практически все. А вот маленькие города и деревни девушка до свадьбы не может сама выходить без сопровождения старших родственников. То есть она даже в магазин, в принципе, должна идти с мамой. Я уже не говорю о том, что куда-то там с молодым человеком идти. Они не могут снять номер в отеле. При заселении в отель они должны предоставить паспорта. Если вдруг в этот момент приедет полиция и выяснится, что у них нету законного брака, то это, опять же, тоже может закончиться тюрьмой или огромным штрафом. Ну, а самое главное, это закончится позором, огромным позором для семьи девушки. Еще один пример очень-очень показательный. Где-то два года назад молодая женщина замужем, молодой мужчина женат. И у них появились отношения друг с другом. Ну, то есть у них есть свои семьи. женщина беременеет. Какая бы, ну, какой бы был поступок, да, в нашей стране. Ну, это либо развод, да, либо, ну, оставили бы как есть, собственно. Простили бы друг друга и жили бы дальше. А они прыгнули под поезд. Ты помнишь свой первый год в жизни? Как тебя встретил остров? С чем ты столкнулся здесь? И где тебе было сложно? Где тебе прям нравилось? Боже, ну, неужели так бывает? Неужели так бывает? Никуда не девается. Я сюда сначала приехал с девушкой, с которой мы здесь расставались. То есть тут были стрессы и переживания. Вот. Но, конечно, ветер океанский, солнце, эта картинка, она тебя делает с утра счастливым, независимо от чего. Ты просыпаешься, и тебе хорошо. А потом начинается обычный и, может быть, более страшный стресс. Я ничего не знал про то, что такой туристический сезон. Это был для меня главный шок первого сезона, тем, что это оказывается вот так тяжело. Ну, вот. И когда мы начали работать, у нас был здесь гейсхаус. И в этом гейсхаусе. Ну, я потом посчитал, там был ресторан. Я за сезон поговорил примерно с тысячей людей. И у меня через два месяца пропал голос. У меня такого не было. Я однажды утром проснулся и понял, что я просто не могу говорить ничего. Я две недели лежал. Ну, это уже такое было время, я перестал узнавать людей. Я путал гостей моего ресторана с жильцами моего гейсхауса. Я не помнил, кто, откуда. Они все смешали семена. Я отдался полностью этой работе тогда, когда мы только начали это делать. Вот. И тогда времени не было, собственно, сильно вникать в историю как бы того, как это все должно быть, что такое жизнь. Потому что я приехал, начался сезон, вот тогда, в 12-м году, и понеслась. Это был такой тест, который, насколько я понимаю, очень многие приехавшие сюда люди, которые пытаются здесь начать бизнес, они его не выдерживают. В любом случае, это деревня. Тут есть несколько кланов больших деревенских. Они не любят чужаков, любых. Когда кто-то открыл магазин из Коломбо, его не любили так же, как и не любят иностранцев, которые здесь открывают. Просто они, это их хикадува. И каждая копейка, которая здесь уходит не хикадувским ребятам, ими воспринимается как боль. Десяток иностранных бизнесов, которые у меня на глазах таким же образом стартовали. Потому что ты приходишь, находишь себе партнера местного, без него ты вообще здесь ничего сделать не можешь, вкладываешь деньги. А потом, в конце сезона, в который ты вложил деньги, так благополучно поработал, к тебе приходит полиция, находит у тебя мешочек с травой под столом. До свидания. Было очень приятно с вами поработать. Вот. Человек уезжает с депортацией, деньги его остаются здесь, заведение открыто. Просто наркоту подбрасывают? Да, ну, в смысле, это самый простой способ, как можно отсюда отправить любого, любого, не понравившегося иностранца с любым набором документов. Судебная система не работает? Скажи тогда, ты же сейчас здесь сколько? Третью неделю. А что здесь работает? Ну, солнце встает вовремя и садится вовремя. Дождик почему-то не должен идти, вот он и идет. В отношении как раз бизнеса я должен сказать, что самое сложное, что здесь есть, это организовать свой бизнес так, чтобы он у тебя стал скалируемым, масштабируемым и вот это все. Потому что все это не работает, в этих джунглях все делается в ручном режиме и тебе нужно всегда следить за всем и каждым шагом всех, потому что накосячить может кто угодно в любом месте и совершенно неожиданно. У нас поработало сейчас наверное человек 70 и это очень сложно обучить их обучить их. Особенно при том, что все, кто поддаются обучению по-настоящему и могут это делать, они тут же уходят на повышение или становятся самостоятельными и перестают с нами работать. И это бесконечная череда обучения людей, из которых 80% ни к чему непригодны, а 20% тех, которые пригодны, ты их все равно теряешь в следующем году. В начале выпуска мы с вами наблюдали историю героини Тамары, которая ради любимого человека приехала жить на Шри-Ланку. И главная сложность этой истории заключалась в том, что Тамара не знала даже английский язык, не говоря уже о сингальском. Друзья, это не единичный случай. Практически все экспаты, которых мы снимали, сталкивались с этой проблемой. Даже я, который много лет учит английский язык и хорошо на нем говорит, понимаю, что без практики, ежедневной нормальной практики с носителями, знания очень сильно и быстро теряются. Самый лучший способ свободно говорить на английском, это практиковаться с носителями языка. Они вас разговаривают. Для таких целей создали Кембли. Это сервис по практике разговорного английского с помощью видеочата с репетиторами-носителями языка. Это не школа английского языка. Здесь люди учатся в форме свободного общения на любую тему. Кембли идеально используют для практики разговорного английского тем, кто хочет поработать над произношением, либо своим акцентом, планирует переехать в новую страну, как Тамара, или просто собирается в путешествия. У сервиса 100% репетиторов это носители английского языка. Англичане, американцы и так далее. Подбирайте на свой вкус. И самое важное, нет русскоязычных преподавателей, а значит на практике можно отработать чистое произношение. По промокоду БУРЕНОК25 можно получить скидку 25% на подписку от 3 месяцев. А если вы хотите сначала потестировать, то доступно бесплатное 10-минутное занятие, чтобы попробовать пообщаться с иностранным репетитором, понять свой уровень языка здесь и сейчас и быстрее погрузиться в англоязычную среду. Для пробного занятия не надо вводить никаких номеров банковских карт. Зарегистрировался, сразу общаешься, а если уже понравится, то можешь оформить подписку. Одни учат английский, другие только хотят учить. Но все хотят говорить. Кэмбли это именно практика. Учите английский и путешествуйте чаще. Ссылку со всеми деталями и промокодом оставил в описании к видео. С какими сложностями ты столкнулся, когда вот решил все, это мой остров, я буду здесь жить и пришлось меняться, адаптироваться, климатизироваться, подстраиваться. Ни в коем случае не стоит думать, что это мой остров. Потому что как только ты начинаешь что-то считать своим, ты сразу с кем-то закусываешься, с соседями, с партнерами. Чем легче относишься, тем легче оно идет. Вот там есть какие-то у тебя проблемы, допустим, вот рядом с твоим домом начали стройку. Вот. Да, они шумят, да, от них пыль, но не стоит никак им мешать или ничего делать, чтобы им помешать. Каким-то образом все разрешается, потому что Шри-Ланка существовала задолго до белых людей, вот, и они самодостаточные. То есть даже если весь мир пропадет с их культурой, Шри-Ланка не сильно изменится. Самые горячие молодежь, местные ребята. То есть ты выходишь посерфить, правила соблюдаешь, катаешься, но как только ты начинаешь брать самые классные волны, к тебе сразу претензии. Ты кто такой? Что ты сюда пришел? Иди отсюда на берег вообще, потому что... Местные бюхал? Да, местные сидят на споте и они не дают кататься, если ты ловишь классные волны. То есть если ты где-то там в стороночке сидишь, там просто отдыхаешь, без проблем, но как только ты начинаешь вытаскивать самый сок, то сразу проблемы. Вот это прекратилось, наверное, лет через семь, вот, когда уже все поняли, что точно вот этот человек здесь живет, он всем помогает. Очень важна репутация. То есть когда кто-то что-то про тебя говорит хорошее, то все сразу хорошо к тебе относятся. Трудности, в принципе, каждый год вопрос с визой. Вот, сколько бы ты здесь не жил, ты гражданство получить не можешь. Это максимум, что ты можешь получить, это резидентская виза, одна из категорий, там, либо бизнес, либо учебная, либо там, медицинская, вот почти у всех медицинская, потому что легче всего получить. Сколько стоит, как получается? Просто так прийти в департамент миграции и сказать «Здрасте, мне нужна виза». Нельзя. Вот, нужно какое-то основание, либо знакомое. Вот, почти все сидят на медицинской и резидентской визе. Если просто ты хочешь ее сделать, ты платишь 750 долларов знающему человеку, то есть помогающему. Вообще сама виза стоит 200 долларов. Вот, все остальное это за работу помощника. Что нужно, чтобы здесь начать жить комфортно? Нужно отпустить все, к чему ты привык. Это прежде всего еда, здесь другие продукты, ты не можешь зайти здесь в супермаркет и купить пармезан. Вот, его просто нет. Нужно переключаться. Если ты любишь мясо, здесь ты садишься на тунца. Вот, он практически как мясо. Вот, если ты не можешь жить без гречки, ее нужно привозить с собой. Главное понять, где ты хочешь жить. Потому, что каждая деревня на берегу, там, Хикадуа, Новатуна, там, Велегама, Бентота, у них у всех есть свои особенности. Допустим, Хикадуа, она более такая домашняя и семейная. Потому, что, кто в Хикадуе там всю жизнь живет, вот они здесь и живут. И они, других чужаков, они никого не пускают. То есть, здесь у всех там кузены, братья, и вот в одном районе там каких-нибудь там 5-10 ресторанов, это все родственники. Если мы поедем в Новатуну, туда все-таки больше людей приехало. Вот, там уже такое более туристическое место. Поэтому выбираешь, где тебе больше нравится. То есть, тебе нравится каждое утро здороваться со всеми или тебе нравится просто никого не замечать, идти на пляж и так. Вести себя как турист. Здесь есть какое-то русскоговорящее комьюнити, встречаетесь, общаетесь, помогаете друг другу, либо это так? Вот если собрать всех, кого я знаю лично или удаленно, то где-то 200 человек, наверное, живет на острове. Но практически все живут как острова. Вот. То есть, мы не часто встречаемся, не часто видимся, это нужно какое-то событие. То есть, либо кто-то делает какую-то вечеринку или там какой-то там джипси-маркет, где все могут продавать там разные штуки, которые они делают. Вот. Или это если мы подрабатываем на съемках. На съемках сериалов, на съемках рекламы, на съемках промо-роликов. Вот. Потому что вот когда остров был закрыт, был дефицит белых. Вот. И практически всех экспатов приглашали сниматься в чем-то. Реклама, сериал, ролики. И это были очень хорошие события, потому что мы встречались, мы были объединены интересом, в котором не было конкуренции. Вот. И мы просто сидели, общались, это здорово сплотило. Вы передвигаетесь на байке. Тебе не страшно ездить? Эти крэйзи-бассы, которые выезжают, это должен просто куда-то деться. Ездить очень часто некомфортно, ездить довольно опасно. Но мы вынуждены это делать, потому что других вариантов нет. Здесь очень дорогие машины, они здесь в три раза дороже, чем в России. Все вот эмигра-автобусы, которые ездят в аэропорт, они стоят безумных денег. И они там в кредит на 10-20 лет их берут лангейцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Расскажи мне, пожалуйста, вот кратко то о Шри-Ланке, что должен знать я и ребята, которые нас смотрят. Англичане сюда, ну, в 1800, если я не ошибаюсь, в 1932 году, может быть, в 1930, вот в это время, они сюда привезли чай. Тут была засуха, неурожай, погиб кофе, который они выращивали, и они привезли сюда чай. Привезли сюда индийские и китайские сорта. В горах там живут индийцы, которых англичане привезли отдельно от тамилов, которые здесь жили давным-давно, потому что эти индийцы умели выращивать чай. И вообще так они все это здесь организовали, разделяя властву, да, что командовали всем индийцы, а в подчинении у них были сингалы. Потом, когда англичане ушли, то у сингалов были серьезные претензии к индийцам, потому что те были как бы... Выше. Да. И они начали их притеснять, наоборот, начали их жать, пытаться запретить тамильский язык, сделать только сингальский. И после этого, в 1982 году, тамилы в конце концов объявили, ну или попробовали объявить эту свою независимость. Вот. И это, собственно, главное, что нужно знать о Ланке и о ее сервисе. С 1982 по 2009 год, 27 лет, гражданской войны. Здесь ее не было. И сюда люди все равно приезжали. В частности, именно в Хикадуу приезжали. То есть здесь появились тогда же в 70-х хиппи. И тут были серферы. Но это все были бэкпекеры, да, какие-то добровольцы. Но настоящие большие деньги, которые вкладывают большие туристические корпорации, сюда не попадали. Потому что любой МИД любой страны, да, у него было предупреждение. Здесь гражданская война, и сюда не ехал массовый туризм. Очень важных 30 лет, да, в то время, когда появились эти трансконтинентальные перелеты дешевые, и когда средний класс европейского... Появился интернет, социальные сети, которые продают. Интернет позже, это уже 90 лет. Букинг, да, да. Но все это время, все это время они были вне системы. Они жили в своем времени, да. Но потом их еще поднакрыло... Цунами. Цунами, да. Хикадуи, в частности. Здесь все было разрушено, так же, как и везде. Но вот они сразу начали уже здесь отстраивать вместо своих хижин, которые были разрушены. Они начали строить здесь гэсхаусы. Саша, это один из твоих гэсхаусов. Это вилла Lotus называется, и туда еще есть гэсхаус Дорс. Да. Еще у тебя были рестораны? Да. Еще есть? Нет. У тебя в собственности все это, либо в аренде? Да нет, конечно. Мы находились в центре Хикадуи. Прямо где самый движ. У нас там было 7 номеров, ресторан. У нас называли Strange Russian Place. А у нас какие-то, не знаю, как это назвать, хиптеры там тусили, музыка электронная играла. И все такое было нежное, чильное, непонятное. Вроде Russians, а вроде и не Russians. И мы были в TripAdvisor уже в десятке. То есть хорошо раскрученное место было. И мы 5 лет платили этому человеку, владельцу, 15 тысяч долларов в год аренда. Вот мы за 5 лет ему отдали 75 тысяч долларов. И он за эти же 5 лет вложил обратно в здание, которое мы у него арендовали, ровно ноль. 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 5 лет. Ноль. Да. На Шри-Ланке. На Шри-Ланке ты 5 лет не ремонтируешь объект совсем. А здание, тут все ушатывается. Естественно. Нужно все чинить. Потолки текут. Кондиционеры не работают. Вода не сливается. А мы, как пупки-дураки, значит, людям... То есть этот номер, он обычно стоит 50, но сейчас мы вам дадим его за 10. Потому что, извините, если дождь пойдет, он вам на голову нальется. И вот это вот все. А он нас, этот человек, просто как бы прессовал, потому что он понимал, что мы же здесь. Имя есть. Клиенты идут. Booking.com, TripAdvisor. Отзывы, куда мы денемся. То есть он хотел, чтобы мы ему в какой-то момент дали аренду, еще и дом отремонтировали. А мы понимали, что если мы так сделаем, то тогда мы через полгода останемся ровно с нулем. Потому что то, что мы зарабатываем за эти полгода, которые нам должны хватить на другую половину года, уйдут на это. Потом у нас абсолютно аналогичная ситуация повторилась с гаражом, с арендованным, с рестораном. Но Гаян очень ругался на это, на все. И, в общем, он сказал, что все, мы теперь будем только работать со всем своим. И это он местный? Он местный, конечно. Он сказал, мы больше никаких арендных объектов. Но со своим это просто означает кредиты и вот это все. То есть здесь есть кредит, у Дорса есть кредит. Но это его, Гаяна, отношение с банками. Это его собственность. То есть зарабатываешь на этом? Ну, я зарабатываю. Если я помогу здесь Гаяну что-то сдать, он все мной поделится. И если Гаян сам сдаст свое помещение, то это его деньги. Потому что это ему платить кредиты. Гаян. 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 А как раскрывалась сама страна, как раскрывался остров? Что тебя удивляло и удивляет до сих пор? Меня удивляют здесь люди. Прожив здесь 8 лет, я видела две крайности. То есть есть люди, которые последние готовы отдать. Реально сделают что угодно. Настолько хорошие, как правило, это люди из глубины чуть поглубже. Либо есть люди, которые готовы на все, только чтобы заработать деньги. Только чтобы каким-то образом надурить. Самый, наверное, нищий слой Шри-Ланки это тамильское население. К сожалению, работники чайных плантаций, работницы, женщины очень мало получают. Были даже на моей памяти и забастовки. То есть они отказывались работать. Они добились повышения заработной платы. Чтобы ты понимал, раньше они получали 4 доллара в день. Сейчас они получают 5 долларов в день. Но при условии, что они собирают 20 килограмм чая. Расскажи мне, пожалуйста, о менталитете ланкийцев, по крайней мере, тех, с которыми ты живешь каждый день. Какие они в быту, какие они в жизни? И чем их менталитет все-таки отличается от наших? Большинство ланкийцев ленивые. Они, опять же, тоже нельзя так говорить. Не совсем они ленивые. Если есть возможность зарабатывать и работать, то они будут работать. А если в какой-то момент нет работы, то они не будут париться и не будут придумывать, что им сделать. Вот как мы? Мы под любую жизненную ситуацию подстраиваемся. Мы можем что-то придумать, начать какое-то дело другое, чем-то заниматься, переучиться, еще что-то сделать. Они не такие. Они будут сидеть, сложат лапки. И пройдет, потом пройдет, потом все будет хорошо. Отношения в семье и отношения между мужчиной и женщиной? У меня сложилось такое впечатление. В большинстве семей женщину особо ни во что местные не ставят. То есть есть конфетно-букетный период, все хорошо. Потом женщина-мать, женщина рожает детей. И женщина, в принципе, занимается домом и к ее мнению особо не прислушивается. Шри-Ланкийцы очень добрые, тихие и спокойные люди. Традиционные шри-Ланкийцы не употребляют алкоголь, не ругаются матом, не кричат. Они спокойные, доброжелательные, скажем так, они добродетельные, скажем так. Очень открытые люди. До 2018 года женщинам не разрешалось продавать алкоголь. Насколько сильно отличаются люди, которые живут здесь в Икадуе, чем люди, которые живут куда-то подальше в деревнях, немножко вне туристической зоны? На острове еще есть кастовая система. По фамилии человека еще можно определить, из какого он района острова. Если приедешь, допустим, в Канде и скажешь, что ты из Хикадуе, на тебя будут смотреть очень подозрительно, потому что про тебя будут думать, что ты торгуешь наркотиками и обманываешь туристов. То есть в Канде живут образованные люди, которые считают себя очень порядочными, а про людей, которые живут на берегу, они думают, что вот вы рыбаки, вы ничего не знаете, ничего не умеете и только вот там на своих каких-то быстрых доходах живете. В целом на острове кризис доверия. Люди друг другу не доверяют. То есть шри-ланкийец готов работать с абсолютно незнакомым белым, но с ланкийцем он работает очень подозрительно, поэтому весь бизнес происходит внутри кланов, внутри их вот огромных семей. Яттрейва-яттрейва-маномадиям Таттрейва-таттрейва-гавасварупам Яттрейва-яттрейва-маномадиям Яттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва-таттрейва проходят но не наверное ты имеешь в виду обряд экзорцизма да если человек плохо себя чувствует у него какие-то проблемы что-то странное происходит в его жизни что-то не клеится вообще они очень сильно верят в духов верят в гороскоп и все делается по часам и по совету астролога и вот интересно очень перекликается до астрология до казалось бы и вот эти вот обряды экзорцизма что это такое человеку плохо проводится обряд на котором с помощью специальных танцев проходит изгнание демона то есть я сейчас не шучу это реально имеет место быть и они реально в это верят во время обряда экзорцизма люди впадают в реальный транс вот и говорят что после этого им становится лучше если говорить о шри-ланке для кого этот остров и кому стоит сюда приезжать приезжать жить да во первых если ты приезжаешь сюда жить то нужно не забывать жить здесь официально тут очень много европейцев тут очень много наших соотечественников которые остались которые пытаются работать но моя настоятельная рекомендация этим соотечественникам если вы хотите здесь остаться то открывайте бизнес и занимайтесь этим серьезно потому что поверьте мне ланкийцы тоже хотят зарабатывать и они имеют полное право тех людей у которых здесь ничего официально нету они имеют право их отсюда выкинуть на счет 1 2 3 и такие случаи были и среди моих знакомых такие случаи были к сожалению когда неправильно были оформлены визы например была рабочая виза они бизнес виза люди брали в аренду дома люди ремонтировали эти дома начинали принимать туристов но у них неправильно оформленные документы привет черный список страны и больше ты сюда в течение трех-пяти лет просто не вернешься при этом чтобы открыть бизнес нужно желательно иметь кого-то из местных а в компании б чтобы у тебя была условно какая-то крыша и так везде куда ты не придешь ты должен местным отстегнуть денег даже его вы такси себе вызвал другую машину я вот они меня везут на на тук-туке и дорого я с ними торгуюсь и не хотят я беру дешевле по стоимости тук-тука беру машину хорошую с кондиционером комфортабельную они не пускают они палками стучат дерутся уходи мы будем они сервис не дают такой как я хочу как здесь это все работает к определенному отелю прикрепляется определенное количество тук-тукеров они имеют право забирать туристов из этого отеля и если кто-нибудь к ним сунется левый тук-тукер то они просто его прогонят тебе безопасно детей на улицу да тут нету тут какое-то мелкое воровство опять же может быть и ну она есть да я сталкивалась там какие-то копейки а я сталкивалась вот на примере расскажу на пляже подстилочка постелена лежат очки это еще в самом начале было проходит ланкийцы я там недалеко стою нагнулся взял очки мои пошел дальше чувак что ты делаешь собственно вернись это маячки а сори мы вернулся положил обратно все кики гуд пошел да все жена юля или помогает бизнесе правильно я помогаю хорошо металлитет шиланкийцев ланкийцев уже как правильно говорить что меня во-первых здесь удивило тут тут если вы ходите вы тоже видите нету нету девочек нету девочек продавщиц в основном везде мальчики да я не мог понять эту среган галочку почему вот у нас почему у нас вот эти вот странные мужчины все время работают которые что-то они моют посуду давай возьмем женщину пускай они работают девочки здесь деревенские девочки не имеют права вот у них есть это называется big girl party я думаю что это связано когда видимо первые менструации у девочки да и она считается то момента девушка вот с этого момента она не может выходить на улицу после захода солнца без сопровождения папы брата или молодого человека как из-за которого она выйдет замуж если если это будет косяк она не выйдет замуж есть история интересная с буддистским календарем да с фуллмунами у нас есть воскресенье это выходной день а здесь выходной день по сути один это полнолуние дают эти вот и и лунные циклы это то есть полнолуние не работает государственной организации потому что это выходной день или время встречи нового года 13 14 апреля но момент наступления нового года рассчитывают тоже какие-то астрологи сидят да говорят что вот в этом году будет вот сейчас что место поражает они настолько не просчитывают ситуацию них и просто этого нет они живут вот здесь и сейчас вот как сейчас происходит так и так и что-то таракан огромный нормально вот такой но у меня был случай как раз мы называем два года назад прошлом сезоном потому что он был последним кобра 30 сантиметрах от меня проползла вот сижу на работу так сзади меня стол стоит я слышу что какой-то шорох просто поворачиваюсь полтора метра и я отпрыгнула она сказала и поползла но она потом раскрыла капюшон поэтому я увидела я засняла ее отправила видео несколько отправил эти телефоны сняли мы живем в этом мире когда нужно все успеть снять но мы живем джунглах в джунглях и не нужно сюда приезжать с арахнофобии боязни пауков ты сверкнешь и все вагмента лет это вернем за есть еще что добавить вот наши с ними договоренности не имеют никакого значения вообще в принципе даже ты там залог ему оставляешь например какой-нибудь дом хочешь снять он тебе через неделю он нашел повыгоднее людей это ему же залог мог оставить он тебе придумать любую отмазку чтобы рассказать почему он сейчас этот дом сдать не может естественно первый человек который пришел с улицы в какой-то там бронь с букинком а четыре дня а тут не могут с улицы заходит и говорят дай мне эту комнату на две недели он конечно он ее сдаст не приходит не про будущее а Мы пока ехали сюда из Унаватуны, это Галли-Форд. Очень красивое место, классное место. Ты видел аварию? Там наши русскоговорящие туристы слетели с байка вместе с тук-тукером. Все остановилось вокруг. Это сейчас, пока мы ехали? Да, пока мы ехали, да. Я не видел. Это, видимо, сразу после нас. А потом нас чуть большой КамАЗ, местный КамАЗ не сбил с дороги. Просто он решил, что он главный, и все. Еще нас сносите, нам было некуда уходить. В общем, я в таком легком стрессе и очередной ОМ и выдыхаю. Давай поговорим о местном менталитете и о том, какие они ланкийцы. В целом, о ланкийцах можно сказать, что это одни из самых добрых, спокойных и дружелюбных людей на планете. Их главная ценность – это семья. Все большие праздники – это все семейные праздники. У нас Новый год – это застолье. У них Новый год – это посетить всех родственников. Неважно, их у тебя там 10, 30 или 50. Ты всех должен посетить. Какие у них отношения в семье? Молодежь до 20-22 лет сидит дома. Дома кто главный – мужчина или женщина? Это у кого как в семье. Вообще должен быть мужчина, потому что женщина занимается домом, а мужчина зарабатывает деньги. Женщина у шри-ланкийцев обычно занимается только домом. То есть редко можно увидеть женщину за рулем. В Колумбово, в большом городе, да, там неважно, мужчина или женщина, там все работают в офисах. А здесь, на юге, работают в основном мужчины. Очень интересно, как парни знакомятся с девушками. Они не ходят на дискотеки, они в школах учатся в разных классах. Мальчишеские классы и девчачьи классы. Поэтому жену парню подбирают, во-первых, по объявлению. Они дают объявление, что есть вот такой парень. Нужна примерно вот такая жена. Или девушке дают объявление, что вот такая вот девушка. Мы ищем вот такого парня. У него должна быть вот такая профессия. У него должен быть такой заработок. Второе – это гороскоп. Вот индийские эти гороскопы, которые квадратные. Вот сидят мамы, бабушки и считают это. Они могут полгода считать, они могут год считать. Потом парень и девушка, если в принципе все хорошо, семьи договорились, они должны минимум 5-7 лет встречаться. Потом у них помолвка. Через год после помолвки они могут сыграть свадьбу. И только после свадьбы они могут поехать и жить там вместе, где им надо. Вот за это время жених должен построить или подготовить дом, привести свой бизнес в порядок, чтобы свою семью привести новую в дом. Как твоя семья развлекается? Как твоя семья развлекается? Нет. 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 Когда ты будет взвести? В следующем месяце. В следующем месяце? Да. В Сриланке ты не можешь спать, чем другие, до того, кто ты взвести? Да. В реальности? То есть ты не спала? Нет. Окей, понял. Но ты сочетаешь друг друга? Нет. Да? Это можно? Да. Господь блесит тебя. Как твоя семья развлекается здесь? Мы гуляем по пляжу. Мы выезжаем сюда в Форт Галли, мы кушаем мороженое, ходим в ресторан, мы гуляем по форту. Мы выезжаем на кокосовые плантации, ездим на водопады. И, конечно, дома с ребенком всегда есть чем заняться. Времени свободного немного, потому что мы здесь сами. Все мамы и бабушки, они остались там. Поэтому особо не поразвлекаешься. И все наши активности, они все семейные. Музыка. 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 Ты переехал на Шри-Ланку, то нужно учитывать то, что ты столкнешься 100% с тем, что все цены для тебя будут гораздо дороже Я имею сейчас в виду вообще все Ну, например, мы начали строить дом, да, изначально мы покупали землю То есть у моего мужа есть два участка земли, но там живут родственники С родственниками я жить категорически не хотела Поиски земли начались с того, что мой муж выбирал ее сам, ехал, договаривался самостоятельно о цене И потом уже, когда договорится о цене, он привозил меня и показывал мне эту землю То есть с чем это связано? С тем, что для иностранца другая цена изначально Она может быть в несколько раз дороже даже, чем для локала Соответственно, если вы сюда переезжаете, планируете стройку, то нужно найти такого человека, в котором вы уверены Вот иначе, ну, даже не представляю себе, во сколько раз вырастет прайс за все Продукты питания, еда, в обычных магазинах и супермаркетах это стабильная цена, то есть которая указана на ценниках Если же вы находитесь где-то на рынке, то, естественно, цена будет дороже на все Когда Шри-Ланка была закрыта, ценник на рыбу, на фрукты был значительно дешевле Сейчас он вырос, причем даже для локалов Местные едят только рискари, им проще То есть у них рацион рис, овощи, рыба, курица В принципе, на это ценник практически не меняется Если вы хотите сбить цену, например, на рынке или где-то, пытайтесь сделать это исключительно с улыбкой Если вы начнете психовать, показывать там свое какое-то негодование, то вообще без вариантов Вас просто аккуратненько пошлют, скажут, ну, не хочешь, значит, не хочешь Значит, тебе не надо, все Друзья, если вы собираетесь на Шри-Ланку в ближайшее время, либо в течение года То я рекомендую зайти в мой инстаграм Там я сделал большой обзорный пост со всеми советами Как добраться, где жить, какие документы нужны, какие районы для чего подходят Экскурсии, развлечения, питание и так далее Очень полезный пост, который мы составили в том числе на основе советов Которые вы мне в моем же инстаграме дали Также, если собираетесь сюда, на Шри-Ланку, либо в любое место по всему миру И вам нужны действительно выгодные авиабилеты Вы хотите выбрать ту авиакомпанию, с которой будет лететься комфортно Посмотреть цены, сравнить В общем, я вам рекомендую пользоваться моим бизнесом Поиском авиабилетов и путешествий TripMyDream Который 8 лет назад родился И за это время миллионы, десятки миллионов путешественников со всего мира им воспользовались И я рекомендую им пользоваться не только потому, что можете найти выгодные авиабилеты Мы точно так же делаем очень удобный гибкий поиск Это когда вы не знаете, куда полететь, когда полететь И вы просто говорите, например, хочу в Европу на 5 дней в апреле И мы вам подскажем, куда можно в Европу на 5 дней в апреле полететь Да, моя хорошая Даже собака говорит, что можно в Европу на 5 дней в апреле полететь, не знаю, за 50 евро Зайдите, проверьте Я вам рекомендую пользоваться TripMyDream для поиска авиабилетов в путешествий Мы также для вас пишем полезные статьи у нас в своем медиа У нас огромные социальные сети и в Телеграме, и в Инстаграме, и в Фейсбуке И своя рассылка, и канал для этого Я, в принципе, здесь в Ютубе веду для того, чтобы вас вдохновлять на путешествия И рассказывать, что происходит в мире Ну, в общем, друзья, TripMyDream это то место, где я бы хотел, чтобы вы начинали всегда свои путешествия И да, приятного просмотра этого видео дальше Ценник нашей жизни высокий Потому что, первое, у нас есть машина Это раз Машина это достаточно затратно Машина у нас в кредите То есть пока еще мы не доплатили этот кредит Ежемесячно это где-то 70 тысяч рупий Уходит только на кредит Дом у нас свой Электричество от, ну, где-то в среднем 10-15 тысяч рупий Это счет за электричество В зависимости от того, используем мы кондиционер или нет Соответственно, если мы используем То может доходить до 20 тысяч рупий Потому что здесь очень интересная система Чем больше ты расходуешь электричество Тем выше у тебя прайс за киловатт То есть местные мои соседи, да, живут бедно Они экономят, у них там, ну, нету ни стиральной машины Ну, ничего практически Холодильника даже нету Вот у них приходит счет 800 рупий У нас минимум на месяц 1000 долларов Это минимум Это вот наши потребности Но машина без кредита Машина просто Оплата машины Оплата электричества И продукты питания 1000 долларов Вот тогда нормально У тебя няня здесь Няня тоже есть Сколько она стоит? Дешево Няня стоит дешево У нас вообще золотая няня Мы договорились с ней всего лишь на 25 тысяч рупий в месяц Мне нравится, как она работает И я готова платить в полтора раза больше без проблем То есть 25 тысяч, это чуть больше 100 долларов Это больше, чем... Да, это изначальная стоимость Вот разнорабочие Типа няня, уборщица 20-25 тысяч рупий В ресторанах работники, официанты У них ставка вот такая вот 20-25 тысяч 100 долларов? Да И местное население живет на 100 долларов? Да Живет У нас соседи здесь глухонемые Вот они работают на фабрике Шьют одежду Так как здесь отшиваются всевозможные бренды Вот у них зарплата 30 тысяч рупий Это при том, что они начинают работу В 7 часов утра уже их забирают Они уезжают на работу И возвращаются в 5-6 часов То есть представляешь, сколько 12, ну грубо, часов Их нету, да И вот они получают 30 тысяч рупий За такую работу Что тут с медициной? То, что касается в общем и целом медицины На Шри-Ланке есть государственные клиники И есть частные госпитали В государственные клиники может прийти любой человек Даже вот если тебе станет плохо, ты заболеешь И у тебя нету страховки Или ты не хочешь ей воспользоваться Ты идешь в государственную клинику Все будет бесплатно Несмотря на то, что не резидент То есть просто турист Какую-то первую помощь окажут бесплатно Вообще без проблем Ну и даже если что-то более серьезное окажут бесплатно Если же ты турист И ты, к сожалению, заболел И у тебя нету страховки То готовься к тому, что ценник будет просто космический И ты обратился не в государственную клинику А в частную клинику Там будет уже тысячами долларов исчисляться Ну так же, как и в любой стране, в принципе, для туристов Ну так же, как и в принципе Если говорить о бытовых вопросах Давай быстро пройдемся Стоимость жизни Как ты, твоя семья зарабатывает Образование, медицина? Белому человеку Не считая аренды жилья Потому что она у всех разная Кому-то надо маленький Кому-то виллу На тысячу долларов в месяц Себя можно вообще спокойно здесь чувствовать Ни в чем себе не отказывать Ходить по ресторанам Кататься по экскурсиям На тысячу долларов можно себя совершенно спокойно чувствовать Аренда дома на долгосрочный период Она обходится там от 350-400 долларов и выше Вода Вода на Шри-Ланке дешевая Ее много Она очень хорошая, чистая и безопасная С водой полный порядок Электричество Электричество на Шри-Ланке Где-то в 5-7 раз дороже, чем в России Оно супер дорогое И там всякие разные тарифы Чем больше пользуешься, тем больше платишь В общем, часто отключение света Поэтому, если ты едешь как фрилансер Надо брать блок бесперебойного питания Или какой-то ноутбук с хорошей батареей И обязательно иметь мобильный интернет Чтобы работать даже, когда вообще Нигде света нет Ни в отеле там, нигде Вот, газ Сейчас у нас январь 22-го года Сейчас страна в такой ситуации Что газовый баллон ты на Шри-Ланке не купишь Ты можешь за ним стоять в очереди там с 4 утра И не купить Вот, потому что у страны кризис долларов Вот, и газ им перевести тяжело С топливом еще нормально С газом проблема Я надеюсь, что через пару месяцев эта проблема решится И будет как раньше Весь газ у нас баллонный И там баллон газа, которого хватает на 3 месяца Стоит 10 долларов Что касается интернета Интернет везде 4G ловит хорошо Достаточно для работы Есть обычные тарифы Есть безлимитные тарифы В общем, всем для работы хватает То есть последние там год-два Уже фрилансер может ехать и спокойно работать Собираешься ли ты здесь жить дальше своей семьей Либо поедете куда-то? Пока у нас не стоит вопрос с каким-то учебным заведением Мы здесь прекрасно себя чувствуем Потому что учиться здесь довольно дорого И нужно возить ребенка То есть вот мы сейчас находимся в Галле А живем мы в Хикадуве Это 18 километров Это по местным дорогам 40 минут в одну сторону 40 минут каждый день туда-обратно Катать ребенка Это очень тяжело для него Поэтому пока что мы занимаемся Учимся дома Онлайн какие-то будут курсы Если так сложится, что мы будем на Шри-Ланке оставаться То есть здесь международные школы Международные садики Все есть там Обучение стоит от 500 долларов за семестр До там 4000 за семестр Вот обучение на английском языке Дипломы признаются везде Вот преподаватели и иностранцы То есть пожалуйста Можно полностью ребенка выучить Ты профессиональный серфер Но наверное уроки не даешь Потому что сложно здесь с местными договариваться И так далее Как ты зарабатываешь? Уроки я не даю Потому что это больше для души серфинг Как я зарабатываю? Это аренда вилл, домов, апартаментов Изготовление водительских прав Виз, аренда байков, аренда машин Вот и у партнеров моих Трансферы, такси, экскурсии Вот туризмом мы здесь зарабатываем А у тебя еще, по-моему, ты немного в IT А, да, и удаленка Да, я веб-разработчик А, да, я веб-разработчик Мне сложно здесь найти овощи нормальные Ну вот как я не искал Может быть я плохо ищу? Нет, смотрите Во-первых, перебои во всем мире сейчас с поставками И здесь тоже Здесь очень много всего импортного было Сейчас долларов нет в стране Ограничения по всем фронтам Раньше там было три наименования товаров На которые был стопроцентный налог Ну, автомобили, например Которые здесь самые дорогие в мире, наверное Вот, а сейчас они расширили У них 620 наименований в списке То есть они делают все, чтобы Ланкийские импортеры этих товаров Не увозили эти доллары за границу Да, и всячески это обрубают Это относится и к еде Одновременно Есть еда, которая растет в Канде И в тех районах В Новораэле все овощи растут в Новораэле Совершенно разно Визуально выращиваются те европейские овощи Которые здесь не было Да, все есть Да, и поэтому оттуда они поступают Но во всем, в любом из этих продуктов Есть сезонность Юля лучше знает Когда-то там Когда-то авокадо стоит дешево Когда-то... Да нет, сейчас вот Всегда, когда у нас здесь сезон Зимний На фрукты не сезон Сезон начинается в апреле Сейчас дорого авокадо У нас сейчас авокадо здесь стоит столько же Сколько у нас в Германии стоит Вашей семье из трех человек Да Сколько нужно денег, чтобы здесь жить в месяц? 600 максимум 600 долларов в месяц, да Нет, это все проживание условно 20 долларов в день Это с едой и транспортом? Ну, у нас мы сразу ближай, мы берем байки У нас есть байки У нас дом... Не, ну, 600 долларов и плюс дом Да, это имеется в виду? Ну, плюс дом, да А дом сколько? Дом у нас 300 Ну, 300, ну, короче, 1000 долларов Ну, причем, что мы кушаем Я покупаю манго вот это вот дорогое, да То есть мы покупаем рыбу Мы кушаем креветки Ну, надо понимать, что мы их не покупаем на рынке Нам их привозят там Гаян, может быть Но, в принципе, мы тоже заезжаем Вот так они стоят 1000 долларов Рыба здесь очень дешевая Здесь в Галле рынок Фиш-маркет Юля, моя жена, покупает и креветки, и рыбу Очень дешевая Ну, да, да Ребята, благодарю вас за рассказ В описании к видео есть ваши контакты Писать будут, я думаю, Юля Юля, больше Юля справится с большим количеством запросов Вам всем большая благодарность Спасибо тебе огромное Благодарю В общем, как вы поняли, друзья Вот такие вот невероятнейшие закаты Природа, добрые люди Атмосферные места ждут вас здесь, на Шри-Ланке Обязательно сюда приезжайте Если будете лететь, то пользуйтесь поисками билета Путешествий TripMyDream Для того, чтобы найти сюда выгодные авиабилеты И узнать всю полезную информацию о том, как сюда попасть Либо в любую другую страну Если летите, тоже пользуйтесь TripMyDream Также, друзья, я здесь снял еще 3 бизнес-выпуска С фрилансерами, с удаленщиками С девушкой, у которой здесь ресторан Будет 3 выпуска о бизнесе, о жизни Об удаленной жизни, о зимовке здесь, на Шри-Ланке И чтобы не пропустить, рекомендую прямо сейчас перейти на мой канал о бизнесе Так и называется Андрей Буренок о бизнесе И подписаться на мой канал Всем добра, любви И помните, что куда бы мы ни приезжали, мы всегда привозим себя Поэтому в каком настроении вы себя привозите Таким и города, и страны, и люди, и места будут вам открываться До новых встреч, я выхожу практически каждую неделю Радую вас интересными выпусками Вас очень скоро ждет еще Испания Вас ждет еще Мексика Ну, в общем, много интересного и полезного контента Всего доброго, пока, пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok